Серебро – мягкий, блестящий и ковкий драгоценный металл. Он высоко ценится за красоту. В течение многих тысячелетий по всему миру из серебра чеканили монеты и делали украшения. Серебро отлично проводит тепло и электрический ток, поэтому часто используется в электронной промышленности. Его добывают по меньшей мере 6 тысяч лет. Рядом с месторождениями серебра возникали целые города, но после истощения месторождений они часто приходили в упадок. Доброе время суток всем любителям компьютерных игр и почитателям Цивилизации 5. Мы играем в ее аддон Brave New World. Мы также тягаемся с Грецией по вопросу количества наших делегатов во Всемирном Конгрессе. И переманиваем я у него, а он у меня, города-государство. И сейчас прошел как раз очередной Всемирный Конгресс, на котором было выдвинуты две резолюции. Одна моя по поводу всемирной религии православия, одна Александра по поводу, как эта резолюция называется, всемирного производства. Что-то в этом роде. Блин, греческий переворот во Флоренции. Вот. Надо направить туда своего шпиона. Женева с Гонконгом воюют. Так. Повышение квалификации у наших гусар. Ну, пусть будет медик. И часовой. И муштра. Надо его вывезти из города и отдать. Кому я хотел отдать? Квебеку, да? Да, Флоренцо уже не наш союзник. Квебек у нас просил. Подарки. Юнит Дар. Да. Резолюция международной игры принята. Эффекта резолюции теперь действует. Греция отдала 13 голосов. Рим 1. Осирия 1. И против Сангай. Всего лишь один голос отдал. Хорошо. Резолюция мировая религия принята. Православие. Отлично. Польша отдает 3 голоса. Америка. Который мы купили еще 3 голоса. А в Польше, то есть 6 голосов. Америка 3. Осирия 2. Рим против 2. Сангай 2. Греция 1. В итоге 5 против 11. Отлично. Наша религия мировая. Что она нам дает? Что она нам дает? Так, мировая религия. Православие. Назначить религию основной религией мира. Держава в большинстве городов, в которых принята религия, получает дополнительные 2 делегата. Во, во, во. Вот это мне надо. Религия распространяется на 25% быстрее. Ее святыни получают плюс 50% к туризму. В один момент времени можно существовать только на мировая религия. Окей. Понятно. Так, граждане Гонконга. Рады появлению нового торгового пути. Так, еще 40 очков влияния, чтобы стать ее союзником. Ладно. Так, переворот во Флоренции. Ты смотри, какой он шустрый. Только я выгнал его оттуда. 32 очка еще требуется. Что у нас там по шпионам? 6 ходов. Давайте Юсефа отправим во Флоренцию. Что-то не очень... Мне нравится эта... Это тенденция. Что Флоренция все время... Переходит в Грецию. Так, идет 10 совет в городе Афины. Ваша очередь вносить предложение на рассмотрение. Так, ладно. Мы своего добились, в принципе. Получили 2 делегата. Теперь у нас 8 делегатов будет. Но мне этого все равно мало. Другие резолюции. Когда вот это у нас будет? Мировая идеология. Будем проталкивать мировую идеологию. Порядок. У нас же порядок. Правильно? Да. Внести предложение. Да. Познань. Зоопарк. Только блин, Познань. Такой отсталый городок у нас. Блин. Давай биржу. В городе Варшава. Крылатые гусары. Международные игры. Во-во-во. Давай теперь все ресурсы на международные игры. Город Лодз. Тоже давай. Блин. Проект. Международные игры. Да. Будем получать бонусы. Археолог вылупился. Давай теперь у нас здесь сейчас немного безопаснее стало. Прям сюда. Работяги наши на автомат встают. Караван очередной. Прибыл он у нас из Ниневии. Более выгодного предложения мы не видим. Давай тоже дуй в Ниневию. На. Можно в принципе объявлять войну Александру. Надо только зенитки туда довести. Ну, всех постреляли. Молодцы. Зенитки двигаются очень медленно. Ну, все-таки одна уже высадилась на берег. Так, ты стой. На дежурстве. Там еще одна подводная лодка плывет. Так что я думаю. С моря мы будем защищены. Перехватить бы еще пару городов. Себе в союзники. Ну, я успеваю только отбивать назад города. Так, Флоренция мечтает о Нойш-Ванштайне. Понятно. Ученые умы Будапешта хотят установить тесные связи с цивилизацией, которые быстрее всех движутся по пути научного прогресса. Понятно. Это тоже. Эти между собой заключают мир. Октавиан Август, кстати, отбил свой Мопти. Но вон у него сателлит. Хотя Неаполь полностью его город. Так, выбираем в Карфагене проект. Пусть тоже будут международные игры. В Ханново и суд построили. Блин. Ну, тут как-то бы не до международных игр. Пусть будет святилище. Работяги, наконец-то, прибыли на остров. В принципе, что тут развивать-то у них все в порядке. Сахар сладкий. Постройте дорогу хотя бы. Захватываем. Мы захватили мирных жителей Дежава в Будапешт. Вы можете вернуть их или забрать себе в этом случае. Из них получится рабочий. Вернув, вы получите 45. Ну, давайте вернем. Нам-то они нахрен нужны. Вы разграбили... Вы разграбили лагерь варваров. Окей. Теперь мы с Будапештом друзья. Где Будапешт у нас? Ну-ка. 142 очка. Все равно нам нужно. Окей. Так, Малака хочет денег. Будапешту. Во, Будапешту нужно еще этот торговый путь. В принципе, можем мы подарить. Квебеку нужно. Нольшвайнштейн. Флоренция тоже Нольшвайнштейн. Ладно. Давайте, зенитки тоже разгружайтесь. Ну, сейчас мы объявим войну и снова испортим все отношения с... Так, этот, судя по всему, возвращается у нас юнит. Снова испортим отношения со всеми городами и государствами. Которые являются союзниками Александра. Так, договор об исследованиях взамен хочет алмазы. Так, ты равноценную не хочешь, что ли? Вот так вот. Да? Не хочешь, смотри, заразка. Ну, я тебе могу дать, знаешь, что только шелк. Как-то вот так вот. Ну, все. Ты много хочешь, мало получишь. Опять ты меня осуждаешь. Скажу, тебе не надоело, а ты стучишься лбом в закрытую дверь. Так, теперь Кахокия желает проложить торговый путь. Потребительские электротовары подчиняются простому принципу. Они становятся все мощнее и все дешевле. Трип Хокингс. Мы открыли электронику. Так, кроме того, нам доступен общественный институт. Мы все-таки идеологию будем продвигать. Уровень 2. Академия наук увеличивает настроение на один за каждую обсерваторию, школу и лабораторию. Партийное руководство, плюс один к пищи, производство науки, золоту, культуре с каждого города. Отлично. Переселение. Новые города получают дополнительные трех жителей. Это не надо нам. Я извиняюсь за технические неполадки. Запись прерывалась внезапно. В общем, я выбрал партийное руководство. И теперь у нас увеличилась культура, денежка, наука. Так, ну, смотрим дальше. В городе Ханой святилище построили. Стройте, ну, зоопарк, наверное. Нет, давайте лучше акведук. В городе Краков мы все-таки международные игры поставим. Проект выбираем в городе Утика. В городе Утика, в городе Утика. Ну, блин, тоже может быть международные игры поставить. Давайте. Хотя он не такой уж развитый, этот город. Я бы даже сказал, недоразвитый. Так, стойте на стреме. Эти возвращаются назад. Из города... Какого они вышли? Так, оборониться на юзу? Да, конечно, я согласен, давай. Из города Краков, да, эти. Гарнизон вышел. Туда я вам на место и положим. Новая подводная лодка, вперед. Так, а что у нас здесь за островок такой? Флоренция, да? На Флоренции нам все равно денежки не хватит, чтобы завоевать ее союзничество. Ну-ка. Да, 33 очка надо. Печально. Опять у меня 14. Надо бы подкупить кого-нибудь, кого больше голосов. А чтобы она пала, откуда-то 5 голосов. Все равно у нас в совокупности будет только 13. Ладно. Ты смотри, он эмбарго Риму хочет объявить. Ну, не знаю, как это повлияет. На нас-то, в принципе, это не повлияет. Мне почему-то так кажется. Хотя, если он объявит эмбарго Риму, то я не смогу с ним торговать. То бишь, повлияет. Так, рабочие опять затупили. Давайте отправим их на автоматические действия. Наш археолог прибыл на место раскопок. Давай. Ну, рабочие, что вы тупите? Автоматические действия. А, это другие рабочие? Окей. Так, раскопки произведены. Разграблены древние руины. Статуя найдена. Грабитель Польши. Новое время. Создадим, конечно, польский артефакт. Да. Так, ну-ка, посмотрим. У нас еще достаточно ячеек. В принципе, раз, два, три. Три художественных. Четыре, пять художественных. Одно музыкальное. А, нет, вот еще ниже есть. Ну, короче, хватит и музыкальных, и художественных. И... Литературных. Не раскопано исторических мест пять. Не раскопано скрытых исторических мест двенадцать. Окей. Показывали бы на карте их, где они находятся. Так, ну, здесь кто-то копает, да? Или им не дали докопать? Историческое место. Квебек объявляет войну противника. Блин, опять он Квебек забрал, что ли? Греческий переворот в Квебеке, да. Не успеваю, не успеваю я за этим сволочем. Надо объявлять войну ему. Надо забрать назад Квебека Флоренцию и объявлять войну. Сейчас, 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 сейчас все будет. Уже скоро. Так, Квебек. Тридцать пять очков нам надо. Нет, у нас денег столько. Греция устроила переворот в Квебеке и вытеснила польских сторонников. Зараза. Так, ладно, здесь в Гонконге работают ребята в Кахоке, во Флоренции. Надо в Квебек сейчас через два хода отправить шпиона. Город Тумбукту полицейский участок построил. Ну, блин, давай тоже международные игры. Так, этот проект готов на 28%. До сих пор ваша держава вложила в проект 994 производства. Не пишут, да? Кто на первом месте? Так, Вроцлав, Вроцлав, тоже два международные игры. Попробуем знать первое место по международным играм. Там неплохой бонус. Бонус именно идет по туризму, насколько я помню. Так, по туризму у нас... Чуть-чуть Америка до Америки осталось, чтобы у нас было господство. Здесь достаточно долго. И здесь тоже долго. 50% еще надо. Даже 36%. Так, автоматические действия, господа рабочие. Здесь тоже. Я разделяю ваше убеждение в том, что Ассирия приносит всем цивилизованным странам одни лишь проблемы. Возможно, наше совместное публичное осуждение преподаст им урок. Да. Согласен. А я осудил Ассирию или нет? Надо осудить, если еще пока не осудил. Здесь как-то странно, да? Дорогу они построили. Да, Мельбурна не достроили. Железную дорогу. Возможно, у войска там стояли мельбурновские. И это не позволило рабочим продвинуться на территорию их. Так, международные игры обновления. Проект завершен на 23%. Чтобы снести свой вклад в его развитие, впоследствии получить премию, выберите проект в городском списке производства. Хорошо. Группа жителей Женева узнала о догматах православия. Теперь хочет, чтобы вы распространили эту веру. Без проблем. Без проблем вообще. Сейчас даже прикупим вам миссионера. А, подожди, миссионер у нас вроде есть, да? А, нет. Мы его истратили. Кстати, истратили мы его с толком, без толку. Ну, 10 против 11. Думаю, сюда тоже еще одного миссионера можно послать. Давайте, будет прикольно. Миссионер. Так. Рим публично сделал державу Ассирия. Я. Где у нас Ассирия? Вот она. А, нет, подожди. А шо, Барна Пал же. Эй, я. Не смотришь. Ахат. Нет. Нет, не то. Требования не то. На обсуждение же. Как его осудить-то, а? Обсуждение. А, я уже его осудил. Все, ладно, ладно, ладно. Не кипишись. Так, проект в городе Джена. Пусть тоже будет международные игры. Хочу первое место занять. Так, как мы будем высаживать свои войска? Как-то так. И здесь, да? Сюда сразу высадим. Линкор, линкор. Так, археолог достаточно быстро добрался он до сюда. Давай, раскопки делай. Вашингтон входит в новейшее время. Блин, откуда у меня опять недовольство упало? Ангардов, сателлитов, все. В Иках, окей, теперь друзья. Отлично. Пифагор создает свое величайшее творение. Силачи мира. То есть, это по военной мощи, да? 28 тысяч. У меня 20 на 8 тысяч меньше. Шурбанопал, Акновиан Август, Аске и Вашингтон. Ладно, и даже по войне не дотягиваем. Так, здесь в Познане наш миссионер пойдет в Гао. Если, конечно, его допустят. Ну, в противном случае, пойдем по воде. Так, подходим, подходим. Прежде чем начинать войну, надо отбить свои города-государства, которые были раньше нашими союзниками. Так, а с Варшавы у нас пойдет миссионер. Город Женева, да? Ну, хотя Женева, блин. 49 очков. Ну, в принципе, немного. Где у нас Женева? Давай сюда, дуй. Пока сейчас он дойдет до туда. Сколько там, 6 ходов было. Мы уже успеем объявить войну. Может быть, подождем. Теперь вы, друг Кахоки, это торговый город, будет предлагать экзотические товары. Хорошо. Ох, 69 очков. Вашингтон ходит на высшее время. Ладно. Не суть, важно. Там шпионы нам должны доложить уже о каких-то изменениях. Так, шпионские страсти начались на этом ходу. В вашем городе появилась религия. Православие, надеюсь. Ага. Спецагент Юзахс успешно потасовал результаты выборов во Флоренции. Ваше влияние в городе выросло, а влияние остальных держав уменьшилось. Но он все-таки еще не мой союзник. 9 очков всего лишь нам надо. Так, теперь он наш союзник. Блин, так быстро нажал. Новичок Казимеш успешно потасовал результаты выборов в Гонконге. 20 очков. Блин. 530. Так, 30D. Могу юнит в дар дать. Но какой? Так, ладно. Сейчас с Гонконгом разберемся. Новичок Тарновский успешно потасовал выборы в Кахоке. 45 очков. После недавних выборов, ваше влияние на Будапешт внезапно уменьшилось. Вероятно, это произошло из-за действий вражеских шпионов. Будапешт, Будапешт. Ну, ты не был моим союзником, да? Так, вот Библу он себе забрал. Козлина. 45 очков. Офигеть. Ну, если сейчас я Библу войну. Так, ну можем у него забрать Гонконг. Давайте этим воспользуемся. Где наш Гонконг? Подарки. 500 золота. Окей. Что у нас там по силам? 14. Также все при своих остались, только деньги потратили. Так, Ханой что будет делать? Храмстрой. Горди Немрут. Горди Немрут. Международные игры. Так, войска надо подводить поближе. Уже, наверное, надо выдвигаться. Сейчас на море их выбросим. Так, смотри, все клетки около города, короче, оккупировал. Чтоб я не подошел к его городу. Хитрожопая скотина. Так, археолог что-то накопал у нас. Опять статуи нашел. Создадим польский артефакт. Окей, да. Теперь, собственно, можно следующий ход делать. Краситель? Нет, мой друг, знаешь. Так, как-то я навгуст заключает мир с Гонконгом и Флоренцией. Окей, блин, Би был печально, что он ушел от нас так внезапно. 45 очков надо. Чтоб он опять стал нашим союзником. Это достаточно много. Женева воюет с Гонконгом. Так, город Тумбукту любит отчизну. Получение золота. Откуда у нас золото куда-то вылезло? Ну ладно, неважно. Это радует. Так, город Познань, город Карфаген, Джене, Лодзь и Варшава. Из тех строк действий договор, по которому Вашингтон получал от нас уголь, лошадей и серебро. А взамен что давал? А, голоса давал взамен, да? Так, ну 12 ходов, мы еще успеем. Октавин Август заключает мир с городами и государствами, понятно. Давайте, давайте, ребятки, давайте. Ну давай здесь на море выходим. Гарнизон. Распространяем религию. Немножко подгаживаем. Так, здесь все войска. Выдвигаем на море. Как-то так пока. И будем выдвигаться сюда, к городу Афины. Раним его в самое сердце. И постараемся удержать, хотя не факт. А на этом пока все. Подписывайтесь на канал, дальше будет интереснее. Оставляйте комментарии и ставьте большой палец вверх. Всем спасибо, всем пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»